Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение курса «Новая история стран Европы и Америки». За вводной лекцией, в которой мы говорили о понятии «Новое время», мы начинаем изучение первой крупной темы – это «Англия в новое время». И начинается эта тема с вопроса об английской буржуальной революции середины XVII века – важнейшего события в истории Европы, да и, пожалуй, всего мира. Сегодня мы постараемся вкратце рассмотреть вопросы Англии от начала нового времени, англиканства и пультомизм. Следующий вопрос – причины начала революции, первая и вторая – гражданские войны. И третий вопрос – про облашение республики, про текторат Кромпеля. Может быть, мы успеем поговорить даже о славной революции. Если нет, то поговорим об этом уже на следующей лекции. Для начала о литературе к данной теме. Ее достаточно много. В первую очередь, это замечательная книжка «Становление современной цивилизации» авторов Мишина и Жаровой. Видите, сколько в этой книжке закладок, я ее очень активно использую. Вот это пособие «История нового времени» издательства «Академия Москва 2009 год». Оно интересно тем, что здесь есть разделы, посвященные повседневной жизни англичан, французов и так далее. То есть не только чисто политическая история, экономическая, но и культурная составляющая и вопросы повседневной жизни. Это очень важно и интересно. Очень сильный курс лекций профессора Виппера «История нового времени». Виппер – это профессор Московского государственного университета, который читал лекции по новой истории в Московском университете в начале 20 века. Это вот трехтомник «Новая история стран Европы и Америки. 16-19 века». Это ведь первый том из трех. Вот и это учебник для вузов под редакцией Родригеса и Панамарева. Вот новейшие западные издания. Это книжка Гелемота Кёнигсбергера «Европа раннего нового времени» с 1500 по 1789 год до начала Великой Французской революции. И книга «Европа нового и новейшего времени» с 1789 года и до наших дней «Изи Брикс и Патриции Клэйвин». Видите, солидное новейшее издание. Москва, 2006 год. Не такое новейшее, как выяснилось, но тем не менее. И, наконец, непосредственно об Англии в новое время, об английской буржуазной революции, замечательная монография Барга, российского исследователя «Великая английская революция в портретах ее деятелей». Если посмотреть содержание, то здесь есть портреты деятелей революции Оливера Кромвилля, Джона Лилберна и Джерарда Уинстенли. Безусловно, эту книгу желательно почитать, особенно для семинарских занятий. Итак, что собой представляла Англия к началу нового времени? Это было крупное европейское абсолютистское государство с населением в 5 миллионов человек. Для сравнения, во Франции в то время жило 15 миллионов человек. Власть в Англии находилась в руках феодального дворянства, интересы которого представлял король. Особенно абсолютизм укрепился в Англии в XVI веке. В то же время английский король не мог без разрешения парламента собирать налоги. И если начиналась война, королю необходимо было создавать парламент для получения разрешения введения единовременного налога и установления его размера. В конце XVI века отношения между королем и парламентом обострились. В 1603 году, после смерти королевы Елизаветы I Тюдор, трон перешел к Якову I Стюарту. Вообще-то он был шотландским королем, Яковом или Джеймсом VI Стюартом, но вступив на английский престол, он стал Яковым I. Итак, запомните, в 1603 году в Англии сменилась династия, то есть на смену Тюдором пришли Стюартом. Затем в дальнейшем на смену Стюартом придет Геннаверская династия, а затем династия Виндзор. Итак, Яков I, став английским и шотландским королем, сохранил за собой шотландскую корону, без разрешения парламента Яков I стал взимать старые пошлины и вводить новые. Он защищал цеховые ограничения, запрещал новые изобретения и ввел внешнюю политику, которая тоже не нравилась большинству англичан. Кроме того, в Англии жестоко преследовали католиков, потому что в Англии была проведена религиозная реформация в виде англиканской церкви, об этом чуть-чуть позже буквально. Но католики чувствовали себя очень преследуемыми, репрессируемыми. И они в самом начале правления Яков I в ноябре 1605 года организовали так называемый пороховой заговор, в центре которого был Гай Фокс. В ночь 4 на 5 ноября он был арестован в подвале под зданием Витмисельского дворца, где заседал британский парламент. Прямо помещение, которое находилось под зданием парламента, сюда заговорщики доставили пороховые бочки и 5 числа они должны были быть взорваны. Но заговор удалось раскрыть и Гай Фокс был схвачен, его пытали 10 дней, пока он не выдал всех своих сторонников, затем всех их повесили. И с тех пор в Англии очень интересная традиция. До сих пор, кстати, в этот день, 5 ноября, перед началом очередного дня заседания парламента, делегация небольшая спускается вниз в подвал и смотрит, нет ли там бочек с порохом. Такая вот традиция интересная после порохового заговора 1605 года. В 1625 году Яков I скончался и английский трон занял его сын Карл I Стюарт, который правил до 1649 года. Он женился на французской принцессе-католичке, что вызвало недовольствие. Также огромное недовольство вызывало его деятельность, особенно его приспешников с Траффорда, Лода, Бекингема. Людей хватали на улицах, они исчезали без вести. Король находился в очень тяжелой финансовой ситуации, поэтому постоянно вводил новые налоги, поощрял, когда в архивах отыскивали какие-то старые налоги. В общем, лондонцы платили в то время около 40 различных налогов, включая налог, допустим, на окна. Чем больше окон в доме, тем больше был налог. Или на непосещение церковной службы, допустим, и так далее. То есть была горькая шутка у англичан в то время, что скоро мы будем платить налог за воздух, в котором дышим. Естественно, такая политика вызвала оппозицию у большинства англичан. И идеологическим знаменем этой борьбы, так сказать, оппозиции, абсолютизму стал пуританизм. А возглавил эту оппозицию английский парламент. Английский парламент был двухпалатным. Верхняя палата лордов была наследственным собранием английской знати. А вот нижняя палата была менее знатная, но более представительная. И здесь заседали дворяне. И со временем большинство депутатов Нижней палаты парламента стали пуритане. Кто такие пуритане? Вот сейчас об этом обязательно нужно будет поговорить. Пуритане это сторонники реформации церкви. Происходит термин от латинского purus. Очищение, чистый. Это те, кто боролись за очищение церкви от последующих напластований. От всего лишнего, что, по их мнению, появилось со временем в церкви. То есть пуритане были за очень дешевую, практичную церковь. Без сложной иерархии, без многочисленных финансовых поборов. Без многих ненужных, по их мнению, вещей наподобие. Икон, допустим, и так далее. И в Англии к этому времени уже довольно долгое время была очень своеобразная религиозная ситуация. Она была связана с деятельностью английского короля Генриха VIII Тюдора, который правил в первой половине XVI века. Вот сейчас я вам покажу его портрет из музея восковых фигурок Мадам Тюссо. Вот он, Генрих VIII. А теперь посмотрите на этот ряд и на этот ряд. Это шестивожон. Удивитесь, да, как-то у короля может быть шестивожон в то время. Ну, действительно, так получилось. То есть он был женат на первой живой жене Катерине Рогонской. Затем захотел с ней развестись, жениться на Анне Болейн. Ну и так далее. Это долгая история. В общем, первый раз ему римский папа с трудом разрешил все-таки развестись, так сказать. Но сказал, что это первый и последний раз, потому что какой пример вы подаете своим подданным, да? А Генрих VIII потом захотел развестись еще раз. Римский папа ему запретил это делать. И в результате Генрих VIII разорвал все отношения с католической церковью, с римской папой. И объявил, что у них в стране в Англии теперь будет католическая, простите, англиканская церковь, так сказать. Произвел такую религиозную реформацию. То есть англиканство это не в чистом роде протестантизм. Это скорее такая реформа половинчатая. От некоторых атрибутов католицизма отказались, некоторые сохранились. Но тем не менее это очень своеобразное устройство церкви, в котором Генрих VIII и последующие английские короли были главами как светской, так и духовной власти. А вот большинство английских дворян, они относились к другим ветвям пуританизма. Дело в том, что пуританизм это не единое такое религиозное течение, а скорее это множество разных течений и даже сект. Это и пресвятерянство, от латинского пресвитер старейшина. Там лидеры считали, что Англия должна управляться, и вообще все регионы, округа, города должны управляться собранием старейших пресвитеров. Это и индепенденты, английского independent, независимые, независимые. Те, кто считали, что в стране должны управлять полностью независимые религиозные общины, ни от кого, ни от чего зависящие. Там было более радикальное течение индепендентов от английского, простите, левелеров от английского, то есть уравнивать уравнители, те, кто предлагали уравнять всех в правах. Были диггеры, копатели, вообще такая социально-утопическая секта, которые вскапывали пустоши и считали, что нужно уравнять всех не только в правах, но и в имуществе. Были фамилисты, сикеры, со временем квакеры, еще позже мормоны и так далее. То есть пуританизм это целый набор разных течений, ветвей и сект. Так или иначе, в общем, пуритане, поскольку они были очень скромными в личной жизни, поскольку они были трудолюбивыми, поскольку они были ответственными, они не играли в стартные игры, они не пили, они, так сказать, читали Библию по вечерам, были очень порядочными людьми, как правило. Пуританин видел мир очень просто, как борьбу добра и зла. То есть они сами были на стороне добра. А вот короли и все его успешники были, по их мнению, на той стороне, на стороне зла. И кроме того, каждый пуританин видел свою жизнь как постоянное исполнение долга. И надо сказать, что в 1628 году пуритане в парламенте стали протестовать против деятельности Карла I. Он распустил этот парламент и после этого 11 лет правил без парламента. Это был период личного правления Карла I. Потом в 1637 году была неудачная попытка ввести англиканский молитвенник в Шотландии, которая в то время была абсолютно пуританской, пресвитерианской. Там в свое время был такой, как вы называли, шотландский кальвин, Нокс, и Шотландия полностью стала пуританской. И там попытка ввести англиканский молитвенник была принята очень болезненно, и шотландцы атаковали Англию, напали на нее, так сказать, и с севера пошли на юг, на Лондон. И чтобы дать им отпор, Карл Стюарт был вынужден созвать парламент. Это произошло в апреле 1640 года. Но тут же парламент стал выступать с заявлениями против короля, так сказать, и так далее. Он был в Банговене распущен уже в мае, и вот получил название в истории Англии короткого парламента, так сказать, да. Совсем недолго существовал. Но шотландцы в наступлении это продолжали, воевать было нужно. Для этого нужно было, чтобы парламент ввели налоги, и осенью, уже 3 ноября, был созван очередной парламент, который сразу же, так сказать, сказал, что он не подлежит разгону, как бы, и обидел себя неподконтрольным королю. То есть это и есть начало английской буржуазной революции, самое начало ее 1640 год, деятельность долгого парламента. Теперь пять вопросов на закрепление. Когда династию Тюдора в Англии сменила династию Стюартов? Почему английскую буржуазную революцию часто называют Куританской? Дальше. Что такое Великая Ремонстрация? Кто такой Гай Фокс? И когда началась английская буржуазная революция?